Скажи, пожалуйста, Амир Хаттаб по авторитету был выше, чем Кафырова и Ямадаева? Или он их боялся, как рассказывает сам Кафыров? Храни тебя, Аллах, брат? Скажи пару слов про Амина Акулиева, кем она была и какую роль она сыграла позитивно или негативно? Я считаю, что да. Точнее, я вообще уверен в этом. У меня нет никаких сомнений в том, что Чечня это очень привлекательный для туризма регион. В том, что слово «русский» в последнее время звучит как нарицательное. Уже звучат такие слова типа «нет плохих народов и даже русских» или «я никогда не оскорбляю народы и даже русских», «ход разрешен даже русским». Чего будет добиться Адаган? Вообще, как он относится к Кадырову? Он к Кадырову относится как к прокладке путинской. Вот как он к нему относится и правильно делает. Именно в этом вопросе он молодец. Ты симпатизируешь лесгинам? Конечно, симпатизирую. Лесгин и наши братья. Один из народов, один из кавказских народов, причем немаленьких кавказских народов, входит в число многочисленных народов. Плюс у лесгин, наверное, такая уникальная ситуация, когда они оказались разделены на два сегодняшних существующих в этом мире государства. И находятся на исконно своей территории, но при этом между ними проходит граница, российско-азербайджанская граница. И по ту, и по эту сторону живут лесгин, живут на своей земле. И там, и там они притесняются. Поэтому у них, наверное, такая сложная, уникальная ситуация. Савап, через два года исполнится ровно сто лет, как в мавзолее лежит один и тот же человек. Тунсо, из нынешних, на кого бы ты хотел обменять обитателя мавзолея? Зачем его менять? Пусть себе лежит Савап. По-моему, это вообще не наша проблема, не наши вопросы. К нему рядом я бы еще немало людей положил. Но вот менять я его что-то не хочу. Тунсо, вы действительно думаете, что туризм имел бы шансы в независимой Ичкерии? Очень сомневаюсь, однако за один пост трудно аргументировать. Я считаю, что да, точнее я вообще уверен в этом. У меня нет никаких сомнений в том, что Чечня это очень привлекательный для туризма регион. Потому что туризм это в первую очередь известность, слава. Туристы это люди, которые к тебе приедут. А чтобы люди приехали, у них должен быть интерес. А вот интерес с Чечней есть практически во всем этом мире. Если создать инфраструктуру, то есть условия для того, чтобы люди приезжали, то они захотят поехать просто, чтобы прикоснуться к этой истории, к этим войнам. Они очень много люди слышали, видели. Поэтому людям это, конечно, интересно. Но чтобы для них, чтобы вот это решение поехать, оно принималось легко, для этого нужно, конечно же, создать условия и сделать эти условия достоянием общественности. То есть люди должны это знать. Вот это уже, конечно, тоже отдельный пласт такой колоссальной работы, которую придется проводить сначала. Может быть, эта работа будет не совсем даже приносить пользу. Ну, в смысле, выгоду денежную. Наоборот, может быть, даже на этом нужно будет тратиться. Но со временем это даст прибыль, даст результат. Скажи, пожалуйста, Амир Хаттаб, рахима Аллах, по авторитету был выше, чем Кафырова и Ямадаева? Или он их боялся, как рассказывает сам Кафыров, храни тебя, Аллах, брат? Валейкум саламу, ма рамут, ла баракат. Брат, очевиден же ответ. Конечно, он был гораздо авторитетнее, потому что он непосредственно участвовал в войне. Он был уже в первую войну, он был успешным Амиром. И вот это вот уничтожение российской колонны в селении Ярыш-Марды, это была общеизвестная такая операция, общеизвестный успех. Все об этом в Чечне знали. Поэтому, конечно, его как воина изначально уважали, он был гораздо более авторитетен. Здесь, конечно, можно говорить, ну, смотря для кого, да, понятно, что те, кто был там рядом с Кадыровым и так далее, они, может быть, были. Хотя, да, я думаю, что и поначалу, даже для них это было очевидно, все восхищались Хатавом, все его любили. Ну, и невозможно было иначе, потому что, представьте, человек вообще с другого, как бы, конца света к тебе приезжает, человек, которого до этого вообще ничего не связывал с Чечнёй, с чеченцами, просто приезжает, начинает свои средства расходовать на то, чтобы вместе с тобой сражаться против врага, который к тебе пришел. Поэтому, конечно, к нему было очень уважительное такое, даже с любовью я бы сказал, отношение. А потом какие-то, может быть, там, когда вопросы пошли, там, ваххабизм, не ваххабизм, может быть, там, кто-то как-то отошел для кого-то, может, там, не был Кадыров каким-то там чисто таким духовным авторитетом, так скажем, но не военным, потому что они в войне, они никогда не участвовали. А чеченское общество, оно само по себе такое, там, воин, вообще, вот это военное дело, это, как бы, это элита. Прежде всего, отдается предпочтение и уважение именно таким людям, чем любым остальным, понимаете, это выше гораздо любых спортсменов, там, духовных, любых иных людей. Воин это, это такая, самая такая уважаемая, как это сказать, каста, не знаю, в общем, прослойка. Поэтому, конечно, безусловно, Хаттаб был более уважаемым. Скажи пару слов про Амина Акулиева, кем она была и какую роль она сыграла, позитивную или негативную? Я, к сожалению, не был знаком с ней, но она погибла, и, да помилуй тебя, Сивычный Аллах, никакого негативного, ничего про нее сказать не можем. Но вот, чтобы конкретно там называть какую-то деятельность и так далее, я просто как-то поверхностно знаком. Я знаю, что она участвовала в этих первых событиях 2013 года, но вот ничего более конкретного сказать не могу. В том, что слово «русский» в последнее время звучит как нарицательное. Уже звучат такие слова типа «нет плохих народов и даже русских», или «я никогда не оскорбляю народы и даже русских», «ход разрешен даже русским», но это, видишь, издержки, агрессии, да, конечно, подобное происходит. В целом, никакой коллективной ответственности, конечно же, массовой быть не должно. То есть, просто под одну гребенку там грести любого, конечно, нельзя. Но при этом к таким вещам тоже нужно быть готовым. Когда твоя страна нападает на другое государство, убивая там ни в чем не повинных людей, то где-то перегибы, конечно, бывают. Чего будет добиться Эрдоган? Вообще, как он относится к Кадырову? Он к Кадырову относится как к прокладке путинской. Вот как он к нему относится и правильно делает. Именно в этом вопросе он молодец. И вообще, турки в этом плане, они себя очень достойно ведут. Как бы они знают, понимают, кто такой Кадыров. В отличие от всяких там арабских вот этих хамиров, шейхов, принцев наследных. Там то ли не понимают до конца, то ли просто им это как-то выгодно. Хотя, в чем их выгодно? Короче, не знаю. Но турки молодцы. В этом плане турки ведут себя достойно. Субтитры создавал DimaTorzok